Объект номер SCP-3125 Класс объекта Кедр Особые условия содержания SCP-3125 хранится в камере номер 3125 для содержания объектов, опасных для восприятия, на первом уровне зоны 41. Камера имеет форму прямоугольного параллелепипеда размерами 10х15х3 метра и оснащена многослойной изоляцией из свинцовых элементов, звукопоглощающего покрытия и телепатического экранирования. Доступ в камеру осуществляется через шлюз, расположенный в одной из стен. Шлюз запрограммирован на допуск внутрь камеры не более одного человека за раз и блокируется во время пребывания человека в камере вплоть до его выхода. Категорически запрещается доступ пригодной для восприятия информации изнутри камеры содержания за ее пределы. К таковой информации относятся записи в письменном и электронном виде, фотографии, аудио и видеозаписи, звук, электромагнитные и корпускулярные сигналы, а также псионные эманации. При выходе сотрудника из камеры система продувки производит чистку памяти субъекта путем заполнения шлюза амнезиаком в газообразной форме на 3 минуты. Обязательно посещение SCP-3125 старшим сотрудникам отдела антимеметики 1 раз в 6 недель, 42 дня. Конец записи. Вы серьезно что ли? И это вся запись? Это вся запись. В личном рейтинге странных записей базы данных по версии Пола Кима это не тянет даже на 50 место, но все же. То есть ни тебе описание, ни тебе информация об обнаружении, ни протоколов экспериментов, даже дополнения нет. Ни словечко о том, кто или когда построил камеру, сколько раз туда ходили, кто исполнял прошлые посещения, что они туда приносили или сколько там пробыли. Ну, построил камеру, очевидно, Барт Хьюз. «Говорит Уиллер. И это крайне серьезный аргумент. Хьюзовский фирменный стиль строительства помещений для содержания видно за версту. Белое, обтекаемое, настолько защищенное, что без тяжелой техники его не вскрыть». «Следовательно, камере не менее 7 лет. А это значит 60 визитов, не меньше. Полагаю, есть веские причины и для остальных умолчаний. Так или иначе, судя по таймеру, пора туда снова». «Не нравится мне, что тебе надо по расписанию ходить и подставляться под такую вредную опасность восприятия, что мы даже не можем записать причину, по которой не можем описать ее. Особенно потому, что таким образом мы не можем получить никакой полезной информации. Ты туда зайдешь, станешь абонентом временно недоступным часа на два, а потом выйдешь с улыбкой на лице и с пустой головой. Вот какая нам от этого польза? Просто риск побега, вот и все». Уиллер слышит каждое слово и принимает решение отклонить его доводы. Есть что-то смутно знакомое в том, как описан объект. Выбор слов в некоторых местах каким-то неуловимым образом дает ей понять, что автор этой записи знал, что делает. Возможно, она сама это и написала. «Надо просто вычеркнуть последнюю строку из записи», – не умолкает Ким. «Не может в той камере быть ничего хорошего». Уиллер вставляет карту доступа в считыватель. Шлюз одобрительно мигает зелеными лампочками и начинает открываться. Он выполнен в форме узкого вертикального цилиндра с одним отверстием. Вся конструкция вращается на оси. Внутри едва хватает места, чтобы один человек мог стоять, касаясь стен плечами. «Что берешь с собой?» Уиллер, пригнувшись, заходит внутрь, поворачивается к нему и пожимает плечами. «Пластинку жвачки». «Я могу достать тебе полевую снарягу», – говорит Ким. Шлюз начинает вращаться обратно, издавая тихий басовитый гул. Кроме этого гула нет никаких признаков того, что работают какие-то механизмы. «Можно устроить набег на склад, ну дай ты минут 15 хотя бы! Оснастим так, что можно будет войну выиграть в одиночку!» Если Уиллер и дает какой-то ответ, то звукоизоляция закрывшегося шлюза не дает Киму его услышать. Ким остается с внешней стороны. Какую-то тревожную секунду он глядит на внешнюю дверь. Он прижимается ухом к двери, но оттуда ничего не слышно. Даже механизм шлюза не издает ни единого шороха. Несколько секунд внутри царит кромешная тьма. Потом какой-то незримый датчик улавливает присутствие Уиллер и зажигает флуоресцентные лампы. Точнее, половину из них. Остальные либо не горят, либо раздражающе мигают. Внутренние стены помещения выполнены из молочно-белого стекла. Зная Хьюза, можно смело полагать, что стекло пуленепробиваемое. И сверху донизу увешаны бумагами, посаженными на скотч и клейкую массу, в несколько беспорядочных слоев. Там, где стены не покрыты бумагой, кто-то рисовал маркером прямо на стекле. Посередине стоит длинный овальный стол для собраний, тоже заваленный бумагой. Рядом на столе грудой лежат ноутбуки, кабели питания змеятся по полу. Питание включилось, и машины постепенно загружаются. Прогревается проектор и высвечивает на дальней стене карту мира, почти совпадающую по контурам с массой набросков на той же стене. Ковер на полу завален разноцветными самоклеющимися листочками, словно осенними листьями. Кроме этого, в комнате нет ничего и никого. Пробежавшись по бумагам, Уиллер выясняет, что почти все написано от руки и в основном иллюстрирует ход бесед. Большинство записей датированы и подписаны. Даты по большей части отстоят друг от друга на несколько недель. Беседы состоят из встревоженных и напуганных обсуждений десятков различных объектов, некоторые из которых имеют антимиметическую природу, но явной связи между ними не прослеживается. SCP-3125 не упоминается нигде. Единственное имя, которое узнает Уиллер, принадлежит ей самой и появляется примерно на каждой десятой или двадцатой записи. На вид они подлинные, подчерк принадлежит ей. Но при этом заметки выдержаны в таком же отчаявшемся и неуверенном тоне, что и у всех остальных. Это обескураживает. На стенах есть и диаграммы. Слишком сложные, чтобы их расшифровать, но достаточно сложные, чтобы от взгляда на них у Мэрион заболела голова. Так и не найдя входной точки в этот массив данных, Уиллер костерит своих предшественников. Асинхронное исследование, метод при котором тема исследования забывается полностью при каждой итерации, а потом открывается заново, совершенно обычное действие в отделе антимиметики. Ее люди должны бы работать четче. Должен быть какой-то очевидный и отдельный документ, который надо прочитать первым, чтобы осмыслить остальные. Некое введение... Мэрион, это я. Уиллер понимает, что голос принадлежит ей самой. Она обходит стол по кругу, пока не находит, какой из ноутбуков заговорил. Это видеозапись. Похоже, сделанная на веб-камеру самого ноутбука в этом же помещении. Мэрион Уиллер на экране сидит в кресле и кажется странным образом незнакомой. Мэрион, которая смотрит на экран, не сразу понимает, что именно не так. Она не измотана, не больна, не ранена. Такой она себя уже видела в зеркале. У этой женщины не осталось воли. Она потерпела поражение. Ты уже догадалась, что в этой камере SCP-3125 нет? Говорит она. По сути, эта камера единственное место в мире, где нет присутствия SCP-3125. Это называется обратное содержание. SCP-3125 пронизывает всю реальность за исключением тех объемов, которые особым образом экранированы от его воздействия. Вот и все. Единственное безопасное пристанище для нас. Наша война во всей ширине и полноте разворачивается здесь. На следы SCP-3125 рано или поздно натыкается каждый достаточно компетентный исследователь-антимеметики. Он проявляется по всему миру в тысячи разных форм. Большинство из них даже не аномально. Какую-то часть мы внесли в нашу основную базу под отдельными номерами. Очень малая доля этих следов даже находится на содержании. Секты, распространяющиеся невозможно быстро. Неправильная арифметика. Невидимые пауки размером с небоскреб. Люди, с рождения наделенные органами, которые никому не видны. Вот исходные данные. Эти проявления и сами по себе требуют немало усилий и внимания. Уиллер на экране шарит вокруг себя. Берет ярко-зеленый фломастер и чистый лист бумаги. Она начинает рисовать какой-то контур, невидимый в этом ракурсе. Но по-прежнему продолжает свою речь. Но стоит только повертеться в этой сфере, как начинаешь видеть в этих данных закономерность. Для этого нужна тренировка в области меметики. Но когда за плечами есть нужные знания, перед глазами нужные данные, то достаточно совсем немного усилий, чтобы выстроить разрозненные элементы данных, как точки в концептуальном пространстве. И прочесть по ним контур. Эти точки – элементы. Точки на корпусе SCP-3125. Эти проявления тени, которые он отбрасывает на нашу реальность. Стоит связать четыре или пять разных SCP в единый образ, и тогда ты видишь его. А он видит тебя. Она по-прежнему рисует. Рисунок изобилует подробностями. Она не поднимает головы. Голос ее звучит отстраненно, как будто она рассказывает финал страшной сказки для детей. Когда это происходит, когда вы смотрите друг другу в глаза, он тебя убивает. Тебя и всех, кто думает так же, как ты. Расстояние не имеет значения. Здесь важна умственная близость. Любого человека с такими же идеями. Любого, кто мыслит сходным образом. Убивает твоих сотрудников, всю исследовательскую группу целиком. Убивает твоих родителей и детей. Ты становишься человеком, которого нет. Отверстием в реальности, имеющим форму человека. А когда все кончается, твой проект оказывается начисто выкорчеванным, и никто больше не знает, что такое SCP-3125. Это черная дыра в антимиметике, как науке. Она поглощает неосторожных исследователей и не дает о себе никакой информации. Само ее наличие можно определить только по косвенным наблюдениям. Достоверное описание того, что такое SCP-3125, или даже намек на то, что он такое, является нарушением условия содержания и смертельной косвенной опасностью восприятия. Понимаешь? Это защитный механизм. Его свойство проглатывать информацию – лишь внешний слой, ядовитая оболочка. Она защищает сущность от обнаружения в то время, как она просачивается в нашу реальность. Будут идти годы, его явления продолжатся, станут более плотными и связанными. Пока весь мир в них не потонет и все не завопят. Почему же никто не понял, что нам грозит? И ответить будет некому, потому что все, кто понял, были убиты этой системой. Видишь его, Мэрион? Теперь видишь. Уиллер находится в самом центре антимиметических исследований фонда. В ее распоряжении есть все необработанные данные. Стены испещрены расчетами, но ей нет нужды их читать. Подсчет она может провести и в уме. Не хватало лишь крохотного толчка в нужном направлении. Тончайшего намека. Глядя сквозь экран ноутбука расширенными глазами, она понимает, как все это связано воедино. Она видит SCP-3125. В сравнении с ним она кажется себе букашкой. Ей и раньше доводилось сталкиваться с грозными, могучими идеями всех уровней меметичности. Доводилось и одолевать их, и ставить на службу, но то, что она видит сейчас, на порядок больше того, что она считала возможным. Теперь, когда она знает, что он там, она чувствует его словно космические лучи. Он дырявит мир тысячью своих проявлений и разит беспощады всех, кто распознает общую закономерность. Он не относится к реальности, не относится к человечеству. Он происходит из более высокого, более ужасного места, и он не сходит сюда. Уиллер на экране показывает законченную диаграмму. Она нарисовала искореженную, фрактально сложную, сжимающуюся руку с пятикратной симметрией. У нее нет ни предплечья, ни запястья, есть лишь пять длинных человеческих пальцев, вытянутых по пяти направлениям. В центре зияет пятигранное отверстие, которое вполне могло бы быть ртом. Но диаграмма в этой камере уже есть. Она прилеплена к стене за спиной у Мэрион на экране ноутбука. Ее видно ясно как день, скурпулезно выполненный калаш в зеленых тонах, диаметром добрых два метра, на котором изображен тот же самый комплекс мемов, но в сто раз подробнее. Вокруг него, будто споры вокруг гриба, облако диаграмм поменьше в различных видах. Растопыренные конечности широко охватывают Уиллер со всех сторон, а прямо у нее за спиной находится рот. Уиллер, смотрящая на экран, не осознает этого, и потому не оборачивается. «Как можно сражаться с врагом, ни разу даже не осознав, что враг существует?» спрашивает Уиллер в записи. «Как можно победить, не зная, что ты ведешь войну? Что нам делать?» Семь лет назад в мире насчитывалось более четырех сотен научных групп, занимавшихся антимиметикой. Госучреждения, военные филиалы, частные корпорации, проекты университетов. Многие из них считались сворами или входили в них. С большинством из них мы были в союзе. Мы сами были на передовой антимиметической коалиции, которая охватывала весь мир и тысячи тысяч людей. На сегодняшний день все эти группы перестали существовать. Последняя из них не более трех суток назад. Три года назад в фондовском отделе антимиметики состояло более четырех тысяч человек. Сейчас их девяносто. Нет никакой войны. Войну мы проиграли. Все. Конец. Сейчас идет зачистка. Мы еще существуем только потому, что биохимия амнезиаков у нас лучше, чем у кого бы то ни было на свете. Потому что, когда видишь SCP-3125, только это и можно делать. Бежать прочь и постараться забыть, что видела. Глушить свою память химикатами, спиртным или черепно-мозговыми травмами. И даже это не всегда действует. Он замыкает кольцо. Мы натыкаемся на него снова и снова, сами не понимая этого. Мы не можем не дать себе открыть его в очередной раз. Слишком уж мы умненькие. Она указывает куда-то на стену, вне поля зрения камеры ноутбука. Уиллер переводит взгляд в том направлении. В верхнем углу камеры висит созвездие головокружительно сложных чертежей. Все страницы до единой подписаны инициалами Барта Хьюза. Мы могли бы построить машину. Всего-то надо, что 8 лет, лабораторию размером с западную Вирджинию и все деньги, что есть на свете. Обратись мы к совету О5. Он бы не закрыл на это глаза. Но как построить такую машину и самим ни разу не понять, для чего она? Это все равно, что построить Аполлон-11 так, чтобы ни единый инженер не догадался, что на свете есть Луна. Одна только организация транспорта вынесет весь мозг. Но вот обеспечение секретности – это далеко за гранью невозможного. Кто-нибудь начнет задавать вопросы, и тогда конец всему. Так что нам делать? Найти другой подход. Обращается Уиллер к безучастному экрану. Покорный судьбе голос из ноутбука бесит ее. Ты вообще в своем уме? Я могла бы приказать всем разойтись. Могла бы оставить себе сообщение со словами. На этом пути подстерегает опасность. Распусти отдел антимедики и займись другими проектами. Но у меня будут подозрения. Я начну задавать вопросы. И тогда конец. Уиллер с горби в спину смотрит на экран и пытается понять, что же ей показывают. В чем дело, Мэрион? Мэрион, ты в порядке? Я могла бы покончить с жизнью прямо здесь. Продолжает запись. Но тогда моя группа найдет SCP-3125 без меня. И им придется дать SCP-3125 бой без меня. Что бы ни случилось, времени осталось немного. Максимум два месяца. До конца года все кончится. Возможно, я так здесь и умру. Я сижу на такой системе из мнестиков, что эндокринная система перестает работать. А принимать при этом еще и амнезиаки равноценно трепанации. Не помню, когда в последний раз спало так, чтобы не снились кошмары про Адама. И я начинаю забывать. Настоящий ли объект SCP-4987? Или это просто номер, который я дала в своей жизни? Ты не такая. Ты сильнее. Что с тобой стряслось? Кто такой Адам? Не знаю, как нам это пережить. Не знаю, как нам взять верх. Кроме нас в мире никого не осталось. После нас уже никто. Уиллер мотает головой, не желая в такое верить. Так что у меня все. Я сейчас выйду за дверь. И забуду, кто я такая. А потом стану тобой, Мэрион. И тебе придется придумать, как из всего этого выбираться, потому что у меня не получается. Она встает и выходит из поля зрения камеры. Слышно, что дыхание у нее глубокое и тяжелое. Речь начинает искажаться. Господи, глаза-то как болят. По-моему, гурм начинает инфлэнкнуть и меня. Слышен звук открывающейся двери, а затем запись обрывается с пронзительным звуком и вспышкой света. Какую-то долгую минуту Уиллер смотрит на потемневший экран. Она никогда не видела себя такой слабой. И такая наглядная демонстрация очень больно бьет по ее самолюбию. Она чувствует отчужденность от того, что видела, словно бы это происходило в параллельной вселенной. Эта версия ее самой вызывает у нее отторжение и омерзение. От понимания того, что эта версия до сих пор сидит где-то внутри нее, тоже не легче. Ответ на этот вопрос столь очевиден и столь гадок, что она инстинктивно не принимает его на веру. Она ходит вокруг ответа, зондирует, пытается найти причины отбросить его, но бежать некуда. Адам был кем-то, кого она знала на момент записи видео. Но вся память о нем впоследствии была стерта из ее разума. Адам был кем-то, чья безопасность тревожила ее так сильно, что страх сковал душу. Кем-то, кто мыслил сходным образом. Кем-то, с утратой кого она не могла бы смириться. И все же утратила. Но что если... Но если уж идти сначала, как эту камеру вообще построили? Вопрос открытый. Уиллер предполагает, что Хьюз построил ее для практического испытания какой-то теории, после чего несколько удачных совпадений сделали из камеры штаб их войны. Кто-то по случайности открыл SCP-3125, находясь в камере. Сделал для себя заметки, по которым потом был сделан набросок записи в базе SCP и сформулированы условия содержания. Большую часть бумаг и оборудования принесли те, кто явился позже. Такое могло случиться. Но что если это помещение не единственное? В голове незваной гостьей всплывает мысль. Зона 41 почти безлюдна. В частности, в паре сотен метров под зоной 41 есть пустая лаборатория тяжелого машиностроения. Подземный комплекс размером со стадион для хоккея. Самодостаточный, в идеальном состоянии, полностью заброшенный. Законсервирован, изначальное предназначение забыто. За тот период, который сохранился в памяти, туда никто не входил. Построен, бог знает сколько десятков лет назад, мертвым поколением ученых-антимиметистов. Что если именно там мы построили наше оружие? Верю ли я в то, что я настолько умна? Что я и моя команда до такой степени предусмотрительны? Что нам так сильно улыбалась удача? Она поворачивается, чтобы взглянуть на шлюз, прикидывая числа в голове. Отдел антимиметики, если не считать меня, 38 человек. До следующего захода 42 дня. Это уже в следующем году. Будет слишком поздно. Если выйду из камеры сейчас, больше я сюда не вернусь. Плана лучше, чем тот, который у меня есть, уже не будет. Кроме нас в мире никого не осталось. После нас уже никто. Ким так глубоко погрузился в работу за терминалом, а шлюз работает так тихо, что начавшийся цикл открытия чуть было не проходит для него незамеченным. Надо обыскать тебя на предмет записок. Начинает он, но тут же замечает, что Мэрион Уиллер лежит в позе эмбриона на полу тесного цилиндра и хватает ртом воздух так, словно только что пробежала марафонскую дистанцию. Ким протягивает руку, но она лишь мотает головой и остается лежать, подогнув колени к груди и судорожно вдыхая. Света ради, да что ж там стряслось-то такое? Просто надо отдышаться. Еще пару секунд и буду в порядке. Кажется, на секунду я отключилась. Могла и хапнуть немного. Вроде я в порядке. План помню. На секунду Ким кажется смущенным и взволнованным, но потом его словно подменяют. Ты не должна ничего помнить. Что ты сделала? Головой ударилась. Отвечает Уиллер и вновь переключается на правильный режим дыхания. Неожиданно остро она осознает, что Ким фактически перекрыл ей все пути к отступлению. Этот расклад ей не нравится по разным причинам, которые постепенно складываются воедино у нее в голове, так что она переваливается на бок и пытается встать. Ким кладет ей руку на плечо и давит вниз. Выглядишь хуже некуда. У тебя там что-то на... Встах шеи. Видишь? Он указывает на ее горло, затем стучит пальцем себе по тому же месту. Чего? У тебя на шее. Я не знаю, что ты заразилась чем-то, что там внутри. Нельзя терять время. Он достает брелок, вытягивает швейцарский армейский ножичек и вытаскивает короткий блестящий клинок. Его действия настолько методичны и обыденны, что Уиллер почти забывает отреагировать, когда он наклоняется с намерением перерезать ей горло. Почти. Она охватает его запястье. Какое-то мгновение они застывают в одном положении и вместе с ними застывает все вокруг. Она глядит Полу Киму в глаз, но теперь этот глаз чужой. Она щурится, задумываясь, не смотрела ли только что в прореху в пространстве. Сила ощутимо давит на ее собственный череп, пытается пробиться внутрь, но Мэрион знает ее облик, а следовательно может сдержать ее натиск, возможно, на несколько минут. Она надеялась, молилась на то, что Ким продержится подольше. Раскакивает безумная мыслишка, что должен был быть хоть какой-то признак того, что разум Кима вырвали с мясом, хотя бы, например, картинно сложился пополам. Рука Кима дергается, пытаясь сделать укол ножом. Уиллер отбивает удар, нож скрижещет по стенке шлюза. Пару секунд они неловко толкают друг друга, а потом она обеими ногами бьет Кима в живот. Ким вылетает в тамбур. Уиллер бросается прочь из шлюза. Одним прыжком перескакивает Кима и несется прочь от камеры содержания. Она ощущает, что SCP-3125 гонится по пятам, словно свет прожектора. Где-то в другой части зоны раздается грохот. Первая потолочная плита не выдерживает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok